Ключевое слово, наверное, здесь это конкурентное решение, потому что всем известна цифра в миллион IT-специалистов, которых не хватает в России, да, ее со всех стрибун правительства нам уже несколько лет говорит, и государством приняты программы, там цифровая экономика, приняты цифровые кафедры, и так далее, которые будут способствовать тому, что там не просто 80-90 тысяч IT-специалистов будет выпускать в наши вузы, а это количество будет кратно больше. Но на наш взгляд, все-таки здесь, если говорить про высококонкурентные решения, да, там нужны высококвалифицированные специалисты. Специалисты, которых невозможно вырастить за несколько месяцев на каких-то онлайн-курсах, все-таки это необходимо вкладываться годами в выращивание таких людей, наверное, еще со школы. Поэтому это как бы с одной стороны. С другой стороны, мы, ну, конечно же, мы активно поддерживаем, и ассоциации профильные всегда об этом говорили, о том, что нехватка IT-специалистов, и многое для этого делали. Вот в частности, мы выпустили в сентябре каталог образовательных программ для вузов и школ. Ну, наверное, тоже нужен был какой-то толчок к тому, что вот вендоры ушли, и поэтому 49 разработчиков программных продуктов объединились, очень крупных разработчиков, и выпустили вот этот каталог из 200 образовательных инициатив. Это как какие-то онлайн-курсы, так и это могут быть видео какие-то курсы, так и достаточно сложные курсы для вузов. То есть это и системное образование, где можно, например, изучать языки программирования там по несколько семестров для вузов, так и изучение конкретных программных продуктов, ведь они стали очень сложными. И сейчас, допустим, чтобы научиться пользоваться средой 3D-моделирования или какой-то ERP-системы, требуется огромное количество настроек, и кто-то этому должен учить. Вот, поэтому в том числе вот это. И получается, что вузы, преподаватели, школы, они могут там, как из конструктора, собрать в зависимости от своей аудитории, допустим, нефтегазовая отрасль собирает себе одно, да, там финансовый сектор собирает другое, они собирают вот этот вот набор инициатив. Это можно вот на сайте прямо ERP-псофт.ру зайти и, соответственно, там увидит, там весь каталог образовательных инициатив. Кажется, что вот это, ну, как бы очень важно, потому что вузы все-таки, ну, отрасль же IT динамичная, и вузы, ну, просто не успевают менять свои программы сами, как бы... Я как бы хотел сказать о том, что, когда мы обсуждаем текущие проблемы, предполагаем, что это все возникло в течение последнего года в силу понятных причин. Но ведь это явно проблема не последнего года, она достаточно долгая и хроническая уже. Не хватает не только специалистов, но и тех, кто будет их обучать, где этих людей взять? Это вообще очень важный вопрос, поскольку 23-й год президентом объявлен годом преподавателей-наставника, поэтому на всех уровнях это осознается. Ну, представьте себе, сколько один преподаватель может подготовить, например, в школе ребят, да, скольких он может заинтересовать, мотивировать, изучать, выбрать это своей профессией. Конечно, это очень важно здесь работать с преподавателями. Здесь могу поделиться, ну, положительным опытом, который вот у компании «Контур», мы компания из Екатеринбурга, уральская компания, и какой есть у нас, например, положительный опыт. Ну, мы... у нас 10 тысяч сотрудников работают, и поэтому вопросы IT-кадров для нас очень важны, и мы давно работаем с Уральским федеральным университетом. Там есть совместная программа, называется «Фундаментальная информатика информационной технологии». Уже четвертый курс там идет, четвертый набор. Там преподают наши сотрудники, сотрудники, например, Науман, известной компании, которая тоже Екатеринбург, ну, в Екатеринбурге тоже члены РПП. И мы вместе создали программу обучения, сотрудники там преподают, именно самые актуальные какие-то вопросы. Могу сказать, проходной балл 274 балла. В 22-м году 50 абитуриентов пришли без вступительных экзаменов. То есть ребята могли выбрать любой вуз страны, они выбрали именно эту специальность, ФИИД. Конечно, ну, мы этим гордимся. То есть это означает о том, что в регионах можно создавать и нужно создавать конкурентоспособные образовательные программы для айтишников, чтобы они учились и оставались в регионах. Но очень важно, чтобы ребята приходили более-менее подготовленные. И вот здесь вопрос работы со школами, он тоже очень важен. То есть мы, например, вкладываемся в учителей, мы проводим мероприятия, по-моему, 2,5 тысячи у нас был охват преподавателей. Мы поощряем грантами преподавателей, которые выпустили, ну, как бы, олимпиадников, да, которые победили, либо стали призерами на олимпиадах. У нас 116 преподавателей получили такие гранты. И ребята гранты получают, чтобы до уровня московских у них премии, которые тут, значит, правительство Москвы выдаёт, чтобы там не обделены были. И вот, ну, только за 22-й год мы открыли 7 классов, например, для ребят. Это не просто компьютеры поставили, это мы ещё и программы составили углублённые и так далее. Поэтому мы вкладываемся со школы, и вот здесь, если отвечать на вопрос, как подготовить кадры для конкурентоспособных решений, то это, наверное, вот должна быть совместная работа государственных школ, вузов, коммерческих компаний айтишных, которые могут и современные самые технологии привносить, и вот педагога. Кирилл, у вашего соседа слева, это Александр Чернышев. Есть вопрос к вам. Я бы сказал мне дополнение к тому, что сказал Кирилл. Опять же, есть кейс, который в своё время очень хорошо был отработан на уровне Новосибирского Академгородка и технопарка. Это в качестве развития той инициативы, с которой выступал сейчас Кирилл. Как раз именно технопарковые структуры, структуры, связанные с развитием ассоциаций производителей программного обеспечения, объединённые вместе с классическими университетскими школами Российской Федерации, и при содействии регуляторной функции государства могут закрыть вот этот гэп очень серьёзно. Потому что, с одной стороны, привлечение высококлассных специалистов со стороны ведущих разработчиков программного обеспечения, которые могут проводить практические курсы и читать соответствующий материал, связанный с теорией, новой теорией программирования, новыми методами развития и программного обеспечения, вкладывает большой незаменимый вклад именно в ускорение процесса подготовки кадров, как с точки зрения качества, так и количества ребят, которые заходят в данные обучающие программы. То есть университеты развиваются отдельно, это хорошо, а в рамках технопарковых инициатив, посредством создания, например, филиалов, кафедр при технопарке и посредством привлечения высококлассных специалистов-практиков к процессу подготовки ребят, есть возможность как минимум в полтора раза увеличивать количество выпускников, выходящих на рынок с образованием идейшников. – Там даже не в полтора раза, мы вот сейчас строим акселератор IT-компетенций, такой большой контур-парк, огромную такую долину кремниевую под Екатеринбургом, и там в том числе предусмотрено тоже совместно с УРФО акселератором, там будет 5000 человек в год обучения разных форматов, кто-то фундаментальное обучение, кто-то, соответственно, там небольшие какие-то курсы, но это уже будет 5000 человек. И вот еще был вопрос по поводу маркетинга. Вот, наверное, если сейчас школьников спросить, что такое IT, то все скажут программистам. А на самом деле ведь у нас 10 тысяч не программистов работает. Огромное же количество людей в IT работают, ну, там, например, тех же маркетологов продуктовых, где и брать-то. И мы создали такую отдельную специальность, называется у нас УРФО цифровая гуманитаристика. Это гуманитаристика. Значит, туда набираются гуманитарии, и они обучаются два года, обучаются уже, как говорится, разработке точным наукам. То есть это те самые продуктовые маркетологи, какие-то бизнес-аналитики, это аналитики данных, которые могут проводить какие-то исследования. Почему гуманитариев для этого набираете? Потому что это очень важно именно на стыке иметь, чтобы у человека был стык технологий. Вот это вот, ну, сейчас называется модное слово тишейпит, да, но это вот на стыке именно должно находиться. И вот эти люди, они очень востребованы рынком, их очень не хватает, их тоже нужно целенаправленно готовить. И вот российская газета включила эту специальность нашу в список самых 10 востребованных в будущем специальностей. То есть это человек с высшим гуманитарным образованием, он учится еще два года и становится крайне востребованным специалистом на рынке. Как раньше это было, соответственно, магистратура.